Добрый вечер, я рада приветствовать вас в студии регионального информационного агентства Орин Информ. Вот так каждую среду в 20 часов я буду приглашать на встречу с вами известных в нашей области специалистов медиков. Сегодня в нашей студии гость онлайн-студии, главный врач Оренбургского областного наркологического диспансера Владимир Васильевич Карпец. Добрый вечер, Владимир Васильевич. Добрый вечер. Естественно, мы говорить будем о различных вариантах наркологической зависимости, о том, как справиться с этими пагубными привычками, да и вообще, возможно ли это. В общем, друзья мои, поговорите с доктором. Свои вопросы, пожалуйста, задавайте прямо сейчас на нашем сайте orininform.ru. Мы будем работать для вас в течение часа. Надеемся на вашу активность, на возможность пообщаться напрямую с доктором. Ну, в общем, начинаем, Владимир Васильевич. Наверное, все-таки начнем с общего вопроса, со статистики, сколько людей в нашей области можно отнести к разряду наркозависимых. Вообще, как на фоне других регионов выглядит наша область? Знаете, очень не люблю цифры. Люблю, так сказать, тот фон, который есть в обществе. Это самое главное, насколько общество сегодня готово к тому, чтобы не употреблять в излишних количествах алкоголь и готово не употреблять запрещенные законы вещества. И вот тогда, когда вот этот фон, он есть, и он остается на одном уровне, тогда это очень здорово, потому что мы видим, снижается самый главный показатель вот этого настроя, это снижается смертность среди людей, которые употребляют наркотики, и снижается смертность среди людей, которые употребляют алкоголь. А также уменьшается количество людей, выходящихся на инвалидность по этим заболеваниям. Нельзя говорить там к счастью или к несчастью. Многие наркоманы до инвалидности просто не доживают. А алкоголики, ну, к сожалению, алкогольная энцефалопатия – это не так редкое заболевание, и которое заканчивается, ну, полным тупоумием человека, когда человек не только не способен работать там, или он даже не способен общаться с социальной средой. И таких людей, к сожалению, мы видим. И вот этих людей, как только станет меньше, мы будем говорить о том, что общество созрело и оздоровело. Вы меня убедили, что мы сегодня вполне можем обойтись без цифр и статистики. Нет, я скажу. Тем более, нет, Владимир Васильевич, давайте действительно к фону. Тем более, что ваше появление в нашей программе довольно активно анонсировалось, и поэтому просто изобилуют вопросами к вам интернет. Вот такие живые, больные истории в вопросах наших телезрителей. Вас приветствует Ирина Михайловна из Оренбурга. Ее вопрос заключается в следующем. Мы хотим зачать ребенка. Муж в середине лета попробовал амфетамин, по его словам, 4-5 раз в месяц, но уже месяц не употребляет. Через сколько можно зачать ребенка, чтобы минимизировать риски этого самого процесса? Здесь вы понимаете, говорить о том, что можно, не можно, здесь как двое людей решат, так и будет. Во-первых, если это не в системе, то есть не в системе, если это не больной человек, конечно, детей рожать не просто можно, но и нужно, по одной простой причине, что люди созданы для того, чтобы растить, воспитывать детей и продолжать следующее поколение, следующий свой род. Но тем не менее, Ирина Михайловна озабочена. И самое главное, чтобы вот это вот, как она вот так аккуратненько говорит за своего мужа, вот это увлечение не перешло в болезнь, вот это самое главное. Родить ребенка можно и нужно, только единственное, что можно просто остаться без отца, если этот человек следующим летом опять начнет употреблять и пробовать. Поэтому относитесь к этому более строго и еще и еще раз взвесьте все, а нужно ли, а стоит ли с этим человеком, который фактически предает вас, зная о том, как сегодня общество противодействует, особенно какие указы, какие серьезные меры сейчас приняты, сколько осуществляется вот мероприятий, особенно административных, вот в плане того, чтобы пресечь, преодолеть, прекратить, и ваш муж употребляет. Ну, никуда это не годится, и надо вам быть предельно осторожным. Владимир Васильевич, в одной из телевизионных программ, да, здравствуйте, мы говорили о спайсах в свое время, по-моему, этим летом был какой-то такой взрыв, пик. Да, да, да. И сразу два вопроса относительно спайсов есть сегодня в вашей копилке. Ирина из Бузулука спрашивает, в школе мальчишки говорили про какие-то спайсы, что это круто, что это за такие наркотики, и господин Костелев интересуется. Я достаточно давно употребляю так называемый спайс. Скажите, какой именно вред здоровью наносит, какие, возможно, способы лечения от этой зависимости? Самый главный вред, который вот на сегодняшний день приносит спайс, особенно тем людям, которые никогда его не употребляли, это не дай бог вас с этим спайсом поймают сотрудники каких-то силовых структур, ну, буквально через несколько секунд можете оказаться в следственном изоляторе, потому что в этих спайсах, в некоторых спайсах, вот только задумайтесь, представьте себе, если содержится больше 0,05 грамма GVH, это вещество, которое почти во все спайсы специально размешивают, разбалтывают, там как угодно можно назвать, для того, чтобы дурела голова. То есть мало у человека вот возможности спортом позаниматься там прочее, но задурить голову можно вот этим дживяшем, вот этим спайсом, то есть уйти из этого мира и войти в мир иллюзий, грез там и прочих вещей. Но ведь это все равно временный уход, однажды ты возвращаешься. Но самое главное, самое страшное, вы сейчас, молодежь, не задумывайтесь над тем, об уважении существующих законов, суровых на сегодняшний день законов. Мне кажется, они даже не в курсе их. Конечно, конечно, потому что мы видим сегодня, вот мы доктора, видим, как ребята, молодые ребята и школьники попадаются на удочку как раз интернета, который пропагандирует о том, что там все законно, там нормально, там эти вещества все. А кто вам гарантирует, что там нормальные вещества? Кто? Никто не может гарантировать. Поэтому мы видели десятки, сотни. А если так будет продолжаться и тысячи ребят, будут просто посажены в тюрьму за незаконное хранение. Потому что у тебя в кармане нашли, у тебя, тебя поймали, взвесили. Что такое 0, 0,5 десяток? Это меньше макового семени, зернышки вот этого. Поэтому будьте предельно осторожны. И самое главное, вот помните об этом. А лечиться, ну, здесь надо просто обратиться на консультацию к психологу. Ну, там, если это Бузулук, в Бузулуке есть такие доктора. Если это Оренбург, прийти, анонимно записаться, спросить, где лечат, как лечат. Вот. Все это, конечно, лечится. Но самое одно и самое главное, если употребляете давно, лечиться будет очень долго. Если употребляете недавно, там это разы, то лечить будем всего 5-6 месяцев. А если давно употребляет человек, то лечение может быть до конца жизни. Потому что, ну, есть такая вот поговорка бывших людей, употребляющих. Наркоманов, да, не бывает. Да, наркотики не бывает. Есть люди с исковерканной судьбой, с огромным изъяном в виде того, что вот влечение к наркотикам преодолевает все. Преодолевает потребность в работе, в учебе, в жизни. Дружба, любовь. Ну, любви там уже нет давно. С первым употреблением наркотиков любовь уходит. Я поэтому и вот той девушке, которая, как бы вот узнав, что муж употребляет, я говорю, будьте предельно осторожны, будьте предельно внимательны. Это не все просто. И мы видели тысячи трагедий. Вот я за свою жизнь видел тысячи трагедий, когда девчата влюбляются, когда девчата потом просто погибают, потому что ничего не могут справиться с болезнью, не могут справиться с мужем, сами начинают и алкоголизироваться, и употреблять наркотики. И в итоге смерть прежде временная, прежде в самом расцвете сил. У нас только в этом году были смерти девчонок 27-летних, ребят 30-летних. Смерти именно от наркотиков и от их последствий в виде ВИЧ-инфекции, в виде гепатитов, в виде полного разложения организма. То есть человек живет, как живет, непонятно, потому что когда вскрывают человека, вот человека, очень длительно употреблявшего наркотики и заболевшего тяжелейшими иммунными заболеваниями, к которым относятся, значит, иммунными, говорю, влияющими на иммунитет, а как раз вот к ним и относятся и гепатит С, и ВИЧ-инфекция, человек просто зеленый. Как он жил, на чем он жил, вообще непонятно. Ну, я уже не говорю про социальную сторону, про семью, про окружение. Я поняла, я думаю, мы ответили на этот вопрос. Поговорите с доктором, так называется программа, которая по средам с 20 до 21 часа выходит в эфир, в интернет-эфир, пообщаться с ведущими специалистами, медиками. У вас есть возможность в течение этого часа? Пожалуйста, присоединяйтесь к нам на сайте orininform.ru. Кстати, можно и позвонить по телефону 388-250. Сегодня у нас в гостях Владимир Васильевич Корпец, главный врач Эренбургского областного наркологического диспансера. Но в анонсе мы сказали, что мы будем говорить сегодня не только о наркозависимости, но и о алкогольной зависимости, и о том, возможно ли победить эти пороки. Вы знаете, просто вот... Судя, можно я отвечу на вопрос по статистике? Я не хотел начинать с нее, потому что любому корреспонденту охота жареных фактов сразу. А я, как человек, который хочу сказать, что наша область, вот если в сравнении с другими территориями Российской Федерации или нашего привозского федерального округа, который я очень хорошо знаю, не понаслышке, мне постоянно приходится бывать на серьезных совещаниях и в округе, и в полпредстве, вот. Значит, 900 смертей за прошлый год от передозировки наркотиков по округу. Из них 21 наша. 21. В Самаре 300. То есть цифры у нас неплохие. Но мы видим, что у нас и большое количество людей, посаженных в тюрьму. За нарушение закона. То есть тогда, когда человек не осознает, не знает, а ведь никто потом к маме не побежит и не скажет, мам, ты почему его не выучила о том, что наркотики нельзя употреблять, что в этом наркотике обнаружили вещество вот в таком количестве граммов, а если это одно зернышко, а если этих зернышек 10, особо крупные размеры. И человек идет уже как бы на срок от 8 до 15 годков. Да, серьезно. Вот за эту вот маленькую понюшку вот того кайфа, который он мог бы словить. А ловит от 8 до 15 лет тюрьмы. Да, потом суд рассматривает там отягощающие обстоятельства, рассматривает то, что это первый раз, рассматривает на то. Судьба поломана. Поломана, да. Поломана из-за этой понюшки. Ну и, несмотря на число, равное 21, все равно за каждой цифрой горе, проблема, беда, катастрофа. Это ребенок. Да, и относительно, кстати, мамы, к которой не придешь и не спросишь, почему не научила. Как раз-таки мама обращается к вам с вопросом. Раиса Николаевна, просто крик души, что делать с сыном? Ему сейчас 36 лет, пьет за пойми с 20 лет, промежуток светлый 2-3 месяца, квалификацию не теряет, разносторонний развит, с женой разошелся, есть ребенок 14 лет, до апреля 2013-го жил с нами, теперь снимает коморку под лестницей, по натуре скрытный, но добрый, деградации пока не наблюдается, но, естественно, работа под угрозой, здоровье его и наше, в том числе. Пожалуйста, умоляю, посоветуйте что-то, как пролечить, СОС пишет большими буквами, Раиса Николаевна, помогите. Ну, вот по большому счету, как бы это не печально было говорить, и как бы, вот, не жалко эту женщину, парнягу надо было воспитывать в 5-7 лет. И рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо. По Чуковскому, по Маяковскому, там или прочее. Что сегодня? На сегодняшний день женщина, как бы, отчаявшаяся, женщина, верящая, как бы, в то, что ее сын еще, а уже залез, уже в коморку залез, под лестницу. Ну, как же это не деградация? Ну, как же не наблюдается деградация? ребенок сын, и в 36 лет, тем не менее, ребенок. Да, понятно, но это уже признаки социального, по ступенечкам вниз, раз, 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 социальной деградации. Так и есть. По-другому как? Где семья? 36 лет, самый подъем, самое воспитание детей. Где у него дети? Как они учатся? Как он им помогает? А как сегодня выучить ребенка, маленького ребятенка, внука? Как ее внука выучить? Нужны огромные деньги, для того, чтобы он знал английский, знал немецкий. А папа где? Папа под лестницей. Вот это страшно, и хотелось бы всем мамам, кто меня сегодня видит, слышит, я на вопрос отвечу, сказать о том, что боритесь за своих детей, смотрите, чтобы не было свободного времяпровождения, смотрите, чтобы дети ваши, значит, никуда, не отлучались на долгое время без вас, потому что, что и говорить, наркомафия все равно, рынок-то контролирует и старается подбрасывать все новые и новые, так называемые, незапрещенные вещества, а потом, как оказывается, наследствие, что они уже тоже запрещены. Вот. А Раисе Николаевне, правильно, да? Раисе Николаевне, мне хотелось бы посоветовать, что все-таки собрать семейный совет, собрать всех родственников, и буквально притащить вашего сына на лечение, потому что сам он, конечно, никогда не пойдет туда, и мы видели огромное количество ребят 36-летних, вот сейчас вот в реанимации лежит один из подобных ребят, его сестра ходит, просит оформить его там в интернат на инвалидность, кругом пишет, и в прокуратуре, и кругом, все начиналось когда-то, вот как она рассказывает, да он всегда был такой, вот скрытный, неуправляемый, и никто в свое время не помог ему адаптироваться в социуме, не помог найти вот ту нишу, где скромные и такие вот неуправляемые находят себя то ли художником, то ли там каким-то... Ну, вариантов масса. Да, масса, огромное количество, то есть есть люди, которые сами в себе, и которые сидят и занимаются своим делом, но не уходят в алкоголь и не уходят в наркотики. Здесь алкоголик к 16-летним стажам. Почему? Да потому что как бы в свое время вот мир, в том, в котором они жили, помогли передвинуть в другое место и сказать, вот тебе это нужно, вот мы тебе здесь помогаем, так, это твое. И тогда, когда занимаются с детьми, с ребятами, такого не получается. Все равно можно, значит, в Америке синдром алкогольного плода, то есть людей, уже родившихся от алкоголиков, и совершенно, как бы, ну, мы будем говорить олигофрены. Легкой степени дебильности олигофрены, это синдром алкогольного плода, которых у нас, да, полно, полно, полно таких ребятишек, которые, ну, не читают путем, не умеют до десятого класса, мне это самое, особенно в деревнях, это в призывных комиссиях, это очень хорошо видно, вот, их берут и делают из них, я извиняюсь, хороших пожарных, таких пожарных, которые и в огонь, и в воду, и в воду, и ничего не боятся, это вырастает, вот такие вот пожарные, понимаете, поэтому заниматься надо с ребятами, заниматься с детьми, а маме, еще раз хочу сказать, всем миром, вместе, все, ведите к специалистам, там, как, в клинику, или к нам, или в частный центр, но надо ввести, помогать, лечить, вытаскивать, потому что дальше будет энцефалопатия, дальше будет еще хлеще, и вот он у нас сейчас, вот этот парняга лежит, ему 50 нет, а он уже и с кровати не встает, и буробит все, что ни по поди, то есть развалившиеся личности. Еще один вопрос от бузулчанки Светланы, говорят, что после лечения с человеком происходит не только положительное, но и отрицательное изменение, да? Вы знаете, ну, болезнь-то она, это хроническое заболевание, вы мне покажите хоть одно хроническое заболевание, которое бы вылечилось, да? Есть стадия такая, когда идет невидимое, скрытое, то есть ремиссия идет там, человек бронхиальной астмой, да? Нельзя вроде сравнивать, а почему нельзя? Уезжает откуда-то, где нет загазованности серы, где нет амброзии, опа, выздоровел на какое-то время, а болезнь сама по себе... Никуда не ушла. Не ушла. Мало того, она потихонечку и двигается, двигается почему? А потому что аутоиммунные процессы идут, клеточки стареют, сопротивляться все с каждым днем хуже и хуже, и если человек себя потихонечку подвергает риску, идет и регресс, не только прогресс. Поэтому есть определенные моменты, значит, у людей, особенно с оконсентуированными какими-то чертами характера, со скрытыми там депрессиями. Водочку выпил, депрессия прошла, все родные, все любимые, все хорошие, а без водочки злой становится. А раздражительный. Раздражительный становится. Почему? Да он был таким, только не видели мы этого, не приглядывались тогда, потому что он работал, все прочее, а вроде вылечился, а работать не идет, а стал более злой, а стал более раздражительный. Вадим Иванович, вынуждена прервать вас, потому что по телефону присоединяются наши зрители. 388-250, здравствуйте, добрый вечер, мы вас внимательно слушаем, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я вот какой вопрос хотела бы задать. Я прекрасно понимаю, что пить вредно, но тем не менее, если в умеренных дозах, то все-таки какие напитки лучше выпивать крепкие, ну или так, вино, пиво? Вы знаете, вот я вам скажу, как бывалый человек, который немало видел, немало знаю по своей профессии, очень сложно говорить на эту тему, потому что все зависит и от качества спиртных напитков, и от количества выпитого. Вы знаете, если человек будет выпивать хорошее качественное пиво, не буду пропагандировать страны, в которых это качественное пиво, и марки, да, то я вам скажу, он может с двух кружек пива, значит, просто встать, как будто выпил две кружки сока. А если вы выпьете две кружки низкокачественного пива у нас, можно и вообще не встать, а попасть на утро к нам в наркологический диспансер. Вот, я уже не говорю о водке. И еще могу сказать одно такое, что вот столько, сколько крепких напитков пьют у нас, в России, ну, очень мало стран, которые могут себе такое позволить, значит, и говорить о том, что это было всегда. Не было такого в России, как бы можно это проследить по истории, по нашей, да, у нас были крепкие напитки, но эти крепкие напитки, как Высоцкий пел, готовились не из опилок, не из опилок, а из зерна, это были чистые крепкие напитки, до 37 градусов, как правило, вот, и они, конечно, никогда не пились таких количеств, как пьются сейчас. Вот, но с другой стороны, мы видим сейчас, что с ужесточением вопросов качества, вот, того прессинга государственного, когда очень серьезные меры принимаются к людям, торгующим некачественным алкоголем, ограничения вот эти, особенно во времени, Вы знаете, у нас в 4 раза меньше стало смертей от алкоголя, но, что настораживает, психозов много, алкогольных, то есть, то ли это сейчас идет вот на фоне тех людей, которые уже спились окончательно, но это надо во времени просто будет потом посмотреть, через 3-4 года, что будет, но очень заметно, вот, по смертям, смерти уменьшились буквально за 2 года, вот тогда, когда начали действовать многие законы, в 4 раза. Ну, Владимир Васильевич, наша собеседница спросила, чему отдавать предпочтение, я делаю вывод, что главное качество продукции. Да, однозначно качество продукции. Елена Александровна из Оренбурга интересуется нарко- и алкозависимость, это все-таки физические или психологические зависимости? И Егор Бузулычанин спрашивает, возможно ли все-таки полностью победить зависимость, или это все вот только временные меры? Значит, победить зависимость возможно, вылечиться нельзя, да. Вот такой парадокс, как и при любом хроническом заболевании, в любой момент, в момент, если человек слаб, в момент, если очень силен стресс, в момент, когда нет поддержки плеча, и нет за собой, нет за собой практики хорошей, а практика дается только в группах, особенно анонимных алкогольков, как справиться с ситуацией, как-то что. Наступает срыв, и зачастую этот срыв заканчивается смертью. Я имею в виду про наркотики. Вот. Я знаю огромное количество людей, которые не употребляют наркотики 10, 15, 20 лет. И, возможно, возврат. Много. Да, возможно, возврат, мгновенный возврат, и многие из этих людей, вот, отдаваться так же жизни, как они могли бы, без них просто не могут. Они не могут это по своему заболеванию. Заболевание накладывает очень серьезный отпечаток на человека, на характер, на вот те моменты, которые связаны с расстройством в лечении. Но все-таки это из-за разряда психологической проблемы или физиологической? Конечно, это проблема биологическая. То есть это не физиологическая. То есть это вещи, которые вмешиваются в биологический процесс и являются неотъемлемой частью жизнедеятельности организма. Это психоактивные вещества. Это вещества, которые у нас есть в малых дозах, которые выделяются у нас при эмоциях, при эмоциях смеха, там, плача и прочее. А когда они проникают извне в количествах, превышающих сотни тысяч раз, организм начинает с ними бороться, а своих уже не может выработать столько, чтобы достичь вот того уровня психического равновесия, с которым живет обычный человек. Да, я поняла. Сергей Сорочинский, ему 23 года, озабочен вот какой проблемой. Как определить ту границу, переходя за которую, становишься алкоголиком или наркоманом? Вы знаете, Сергей, это... Это вообще нестинная граница. Вот сейчас я просто балуюсь, а тут уже... Это люди могут вам даже сказать, как бы вот она, эта граница. Значит, очень часто, когда к нам приезжают, ну, люди сильные, там, крепкие такие, приезжают к нам для того, чтобы лечь, а потом, значит, раз и вдруг говорит, да нет, я вот сейчас посидел, подумал тут с вами, поговорил, я решил, что я справлюсь сам, да, справлюсь сам. Ну, все говорили, ну, так что, чисто по-русски, да, чисто по-русски. Ну, что он там 2-3 раза в неделю пьет? А это уже алкоголик. Если человек пьет 2-3 раза в неделю, это уже алкоголик. И человек уезжает от меня, крепкий, здоровый мужчина, там, председатель колхоза, вот, ну, на памяти много таких случаев, вот, там, одного из районов, за которого просили, значит, полечить, я его там принял, я говорю, слушай, ну, у тебя все зашло, да нет, все нормально, через 10 дней слышу, умер. Умер от инфаркта, там, от инсульта, ну, то есть от тех соматических заболеваний, а умер в возрасте 45-46 тех соматических заболеваний, все плачут и говорят, умер от инфаркта. От инфаркта? Да, от водки он умер. Он опять перепел и просто утром не встал. Возник инсульт, инфаркт, сплошь и рядом такое. А никто не записал, что от водки умер. Все записали от инфаркта. Ирина спрашивает, прям вот в продолжение вот этого отрезка разговора, да, существует ли наследственная предрасположенность к этим заболеваниям, насколько сильно она влияет на человека. Насколько я понимаю, есть еще один телефонный звонок? Да, давайте ответим телезрителям, а потом к вопросу Ирины. Добрый вечер, если можно, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Иванова Людмила Петровна. Да, Людмила Петровна, пожалуйста. Я хочу вот спросить, как можно помочь сыну избавиться от пьянки? Бьет постоянно. Да. А возраст, Людмила Петровна? 27 лет. Мы только сейчас об этом говорили, значит, всем миром, вашим миром. Закон сегодня... Да, семьей. Закон сегодня суров и к нам, не только к вам, но и к нам. Значит, если мы, не дай бог, как бы вот, ну, я возьму его за руку и заведу в больницу за руку и скажу, давай ложись, дяденька прокурор может даже назначить мне условный срок за... Насильник. ...то, что я, да, понасильничал над человеком. Поэтому только собственное желание его человека и ваша воля родственников всех поможет вот на сегодняшний день в нашем общем горе, в нашей проблеме, вот ту, о которой вы говорите. Да, Людмила Петровна. Вдораживает такой вопрос. Ой, ответ мне не нравится. Нет. Сам он лечиться не хочет абсолютно. Он себя таковым алкоголиком не считает. И он нас вообще, родители, не слушается. Живет своей жизнью, как ему надо. Пьет, курит, все, больше ничего. Такой закон, вот на сегодняшний день, такой закон, нравится вам мой ответ или не нравится. Значит, если как бы мы будем насильничать над вашим сыном... То есть приехать в дом по заявке мамы, скрутить его и привезти в диспансер, этот вариант отпадает. Не просто отпадает, он сегодня противозаконный. Мы за это можем схлопотать себе уголовное дело. Так что, Людмила Петровна, наверное, ищите авторитетную личность, пытайтесь найти путеподхода, убеждения. А нравится, не нравится ответ. Такой закон, к сожалению, не я его придумывал. Лечение принудительное отменено. Вот, и, как говорится, вот на этом стоим сегодня. Спасибо. И еще раз хочу сказать, что дозвониться к нам в программу сегодня, в прямой эфир программы «Поговорите с доктором». Можно по телефону 388-250 или задать вопросы в интернете на сайте orinform.ru. Но вернемся давайте к вопросу Ирины, да. Она любопытствует, существует ли наследственная предрасположенность к этим заболеваниям. И сильно ли она влияет на человека? Очень интересный вопрос. Вот. Я вам, Ирина, могу сказать одно. Вот даже, я говорил, есть синдром алкогольного плода. Ну, где-то в начале самой передачи. Это синдром, который возникает от человека, употреблявшего алкоголь, наркотики. Вот, сошлись двое людей, и у них рождается вот такое существо, олигофрен, легкой степени дебильности, причем без выраженных проявлений на лице. Просто умственная недостаточность, умственная жвачка, нет скорости, нет, значит, как бы, соображения, нет запоминания. Эти дети очень сложно учатся, их достаточно большое количество у нас, как бы, в селах. Мы это знаем по нашим военкоматским комиссиям. Ну, во всяком случае, так говорят доктора. Вот. Дети даже порой, ну, плохо пишут, плохо разговаривают, плохо пишут. Это, как правило, дети с синдромом алкогольного плода, родившиеся. То есть, конечно, есть. Не просто есть, а вот как быть, как подхватить их, вовремя поддержать, научить, обучить. Каждодневным, 10-12-часовым трудом поставить на ноги. Почему у нас некоторые болезни говорят, неизлечимы. Едут в Германию, излечима. Едут там в Англию, излечима. Я не прав? Да, я соглашусь. А потому что здесь есть технологии, есть моменты те, о которых мы просто не хотим даже слышать. Родился он таким, это его проблема. И пусть он будет таким и останется и прочее. Ну, время идет. Сегодня другие требования, сегодня другие условия. Идет модернизация и медицинского, в том числе, процесса. Идет внедрение новых технологий. И сегодня мы избавляемся от многих старых технологий и по-другому пересматриваем интенсивность работы и врача. Не всем это нравится, но интенсивность должна быть нормальной, чтобы и давал доктор отдачу, и медсестра давала отдачу. И чтобы вот то, да, конечно, хочется и большой зарплаты, когда работаешь интенсивно. Но без интенсивности работы вот человека, который родился с таким недостатком, не поднимешь. Вот за рубежом можно сплошь и рядом видеть, как эти инвалиды, видимые на глаз. Я говорю про невидимых на глаз, которые умственные инвалиды. А есть и как они там и с ними занимаются, и ходят, и на пляже, и купают. Это все-таки вопрос государства или семьи, в первую очередь? Вы знаете, это, конечно, вопрос государства. И семьи тоже. Потому что семья зачастую не готова. Но и вот то, по которому пути сейчас пошло государство, это интенсификация, это внедрение новых технологий, еще раз говорю, это модернизация, оно постепенно приведет к тому, что мы будем заниматься и теми детьми. Почему? Да потому что просто людей не хватает, потому что просто вот к 25-му году говорят, что у нас будет там на столько-то миллионов человек еще меньше. А 25-й год, он не за горами. Мы думали, о, где Сочинская Олимпиада, как она далеко. А уже осталось до нее 125 дней, да, или там 126 дней. Вот она, рядом. Точно так же и недалек тот день, когда мы проснемся утром, а посмотрим, а у нас там на столько-то миллионов уже меньше. Поэтому надо поспешать, чтобы так не было. Владимир Васильевич, вопрос Виктории. Какой средний возраст тех, кто злоупотребляет наркотиками и алкоголем? И есть те, продолжает Виктория, наверное, вот как-то совпадает моя точка зрения на проблему с вопросом Виктории, что это заболевание. С ее точки зрения это следствие внутренней распущенности. Так ли это? Вы понимаете, это можно на эту тему рассуждать сколько угодно, да, но есть ряд стран, это их абсолютное меньшинство, где считают, что это распущенность. И лечат как бы там церковью, лечат сектами, лечат розгами, лечат в тюрьмах, как в Китае, значит, там их собирают по 100 человек и надолго-надолго закрывают там. Ну, в принципе, как бы как законодательство решит, так и у нас тоже в стране будет. Но то, что это заболевание, это однозначно, потому что оно течет по тем же принципам, по тем же симптомам и синдромам, по каким течет обычное хроническое заболевание. То есть там есть и проявление ухудшения состояния здоровья, это проявляется в изменении биологии, это проявляется и в виде упадничества сил и прочее. Ну, то есть это болезнь однозначная. И просто так, если бы это было, там раз, человек взял бы, бросил, и у нас бы не стало ни одного наркомана, говорит, да, меня завтра посадят в тюрьму, я это знаю, я бросаю. Нет. Поймали наркомана, знает о том, что завтра, послезавтра посадят в тюрьму, иногда процесс длится там 6-8 месяцев, вообще все бросает и начинает употреблять, 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 и может даже погибнуть. Поэтому говорить о том, что это распущенность, нет. Все-таки болезнь. Все-таки болезнь, это очень серьезная болезнь. Кирилл Изорска просит уточнить у вас ваше отношение к действиям фонда «Город без наркотиков». Хорошие ли это примеры, стоит ли делать что-то подобное в нашей области? Вы знаете, ну, относиться к насилию можно только, значит, отрицательно. Там, где есть насилие, ну, во-первых, ни в коем случае сегодня нельзя совершать насилие над личностью. Это уголовно наказуемо. И вот тот пример, когда руководители центра, значит, там, осудили на 3 года, и только президент повлиял, значит, таким образом, значит, что, как бы, там ответственность была заменена. Вот, и потому что... Ну, ничего, отключите. Телефон сработал. Значит, а вот, значит, дело в том, что, значит, достаточно сил и средств, чтобы эту болезнь во многих странах практически победили, значит, путем государственных усилий. У нас тоже создан госнаркоконтроль. Мы идем по пути тех же многих стран, которые прошли его десятилетиями еще вот 30-40 лет назад и добились того, что у них практически нет ВИЧ-инфекции, или она совершенно низка у нас, к сожалению, и у нас в области. Вы знаете, что в городе Орске каждый 50-й оттуда вопрос ВИЧ-инфицированный, даже 49-й, если говорить по статистике, включая новорожденных. Вот. А эта проблема во многих странах, которые отстроили очень серьезную систему реабилитации, ресоциализации этих лиц и возвращения их в общество и трудоустройство, там, и прочее, прочее, значит, она практически решена. Вот эта проблема. Поэтому вот то, что предлагал город без наркотиков, оно никуда не годится. Никуда не годится. А вот, кстати, о ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусным гепатитом. Это непременный финал всех наркоманов? Ну, в 90% случаев это именно так, потому что наркоман может просто погибнуть из-за того, что он в невыменяемом состоянии попадает под машину, там, или куда-то в шахту падает, или еще. А остальные, к сожалению, заражаются. ВИЧ-гепатит. Это не обязательно через шприц, это зачастую и вот половой путь, особенно у женщин. Это страшные вещи, которые являются, ну, как бы там еще одна болезнь, туберкулез, не менее страшная, которые являются, как бы, следствием основного заболевания. Вы смотрите программу «Поговорите с доктором». Сегодня в студии главный врач областного наркологического диспансера Владимир Васильевич Корпец. Присоединиться к нам можно в интернете на сайте orininform.ru или прямо вот по телефону прямого эфира 388-250. Владимир Васильевич готов вступить в диалог, с вами ответить на ваши вопросы. Ну, а сейчас вопрос из Сорочинска от Ирины. Лечение это хорошо, пишет она, но ведь важна очень профилактика. Какие-то меры проводятся у нас в области? Ирина, огромные, так сказать, профилактические программы, которые направлены на три целевых группы, если говорить о программе «Молодое поколение делает свой выбор», который, значит, идет у нас по областной антинаркотической нашей программе до 2016 года. Вот. Это три целевых группы, значит, с которыми мы работаем. Это подростки, значит, с которыми мы используем различные, значит, методики, в частности методику цветовых метафор для того, чтобы определить их базовые потребности и заодно там посмотреть, как они относятся к алкоголю, к пиву и к наркотикам. И вот если среди ребят фон такой вот нехороший, где, ну, не в почете труд, учеба 33% там отвечают, что она вот важна, а остальные 70% говорят, что она не важна, то в тех классах, как правило, интерес большой к пиву, до 86% бывает в некоторых школах интерес. И вот глядя на эти цифры, я не буду, потому что это огромное количество цифр во время этих анкетирований, именно анкетирований. Это не тестирование на наркотики, к которому, ну, можно относиться по-разному. Я сейчас говорю о другом, о тестировании, об анкетировании. И вот тогда мы начинаем работать с родителями, это вторая целевая группа, и третья целевая группа – это учителя, вот те, кто может повлиять на данного подростка. С родителями мы, значит, говорим о законе. Сегодня, Ирина, надо помнить о том, что за любую совершенно маленькую дозу спайса можно схлопотать срок от 8 до 15 лет, когда вот в кармане будет маленькая-маленькая понюшка. За то, что у человека хранение дозы свыше 0,05 граммов дживяша, 0,05, можно схлопотать срок. Вот это надо говорить и помнить. И об этом мы говорим родителям. Мы еще говорим родителям, вот глядя на то, что мы получили. Ну, во-первых, мы стараемся этих ребят, вот кто, значит, там у них с девиациями поведения, мы их тоже стараемся вычислить и привлечь на себя, чтобы работать с психологами. А родителям говорим, чтобы они объясняли детям, что можно поиметь от спайса. Правильно? И второй момент, когда мы беседуем с родителями, мы, конечно, говорим и о здоровом образе жизни, который должен быть в семье, и о адекватном поведении, и о той настороженности, когда у детей вдруг появляются большие деньги. Откуда у ребенка 5 тысяч? Непонятно. От торговли наркотиками. Вот как. От торговли наркотиками. Сегодня это очень серьезный момент, про который родители забывают. И третья целевая группа, это, конечно, самая такая вот, вроде бы и авангард учителя, а с другой стороны, учителя настолько загружены своими школьными программами и прочее, и многим учителям и вроде бы, и некогда, и вроде бы. А мы сегодня их нацеливаем, что вроде бы не бывает. Хотим мы все вместе, родители, учителя, общество, мы врачи, хотим мы, чтобы было здоровое общество, мы должны все эти вещи говорить, а учителя в первую голову, потому что они с детьми, они видят изменения в поведении ребенка, они видят, что вдруг пошла какая-то суета, они первыми могут забить тревогу, вот для этого мы их учим. И вот эта вот программа, она сейчас наращивает темпы. Есть еще ряд, значит, тех моментов, которые связаны с работой психологов, докторов, там на местах, в том числе и у вас в Сорочинске, там и наркологи есть, вот те, которые ходят в школы, объясняют, рассказывают. Но вот об основных моментах, о которых надо помнить, я сейчас сказал, потому что очень серьезная тема научиться уважать существующий закон. Сегодня наркотики вне закона, значит, не надо их покупать, не надо интересоваться ими в интернете, а если вы начали покупать, начали интересоваться, имейте в виду, тюрьма не за горами. Владимир Васильевич, вот от анкетирования к тестированию, давайте перейдем в школу, проводятся ли в наших школах тестирования на наркотики? Необходимы ли согласия родителей и идут ли они на это? Несколько таких у нас было, ну, будем говорить, акций, я не люблю это очень слово, вот, когда, вы знаете, они ничего практически не дают. Они единственное, что нам дедали в одном из технических училищ, мы там обнаружили много ребят, которые, там, процентов 18, которые были на Анаше, но, видно, там где-то паршивая овца какая-то завелась, которая, там, распространяла это все, и вот мы пришли и обнаружили. А так, вообще, в общем-то, когда, ну, тестируют, идут на тестирование ребята, которые, ну, загоди знают о том, что они чистые, и они доказывают свою чистоту. Во многих странах вообще к этому очень просто относятся. Хочешь, как говорится, быть в будущем учителем, хочешь быть хорошим юристом, хочешь быть хорошим летчиком, докажи это в школе, иди да протестируйся там, и докажи о том, что ты готов дальше идти. Это должно быть не ущемляющим фактором человеческого достоинства, наоборот, я такой, я чистый, я без наркотиков. Понимаете? А когда все говорят, там, и родители, и ученики, да я не пойду, что особенного, мочу сдать, там, 50 граммов мочи, там, 30 граммов мочи, и сказать, о, я чист перед семьей, перед государством, перед собой, потому что я человек нашего общества, я себя уважаю. И вот по этому принципу в некоторых странах и проводят, говорят, уважаешь ты свою школу, хочешь ты здесь учиться, будь добр, сдай, не хочешь, иди в ту школу, гетто, там где, прочее, а мы начинаем рассуждать, добровольность, там, 5-е, 10-е. Да, это закон, добровольность, но любая добровольность должна быть в пределах демократических норм, если общество говорит, что надо сделать, надо сделать. Хочешь ты того, не хочешь, ты живешь здесь, не хочешь здесь жить, уезжай. И вот еще раз вернемся к вопросу родителей и дети. Ну, вот пропустили, не заметили. На чем должны родители акцентировать свое внимание, чтобы первые звоночки прозвучали вовремя, еще можно было бы исправить эту ситуацию? Вы знаете, вот практика показывает, что обращаются через год, год и три месяца с начала употребления наркотиков. А как получается так, что они выпускают это? Значит, они говорят, ребята, подробнее, здесь чисто русская авось. Не мой, не может быть. Ну, Владимир Васильевич, любая мама видит, когда у ребенка поднимается температура. А вот это не видит. И начинает сваливать на пубертат, начинает сваливать на то, что дети обидели, начинает и себе, начинает рисовать радужную картину, что это не мой ребенок и что мой ребенок. Никогда, ни за что. И мало того, потом могут устраивать целые, знаете, такие вот разборки и прочее. А мы когда у докторов, у психологов, что это вы, значит, там чуть ли не наговариваете на моего ребенка, а когда мы все карты раскрываем, оказывается, не три-четыре месяца, как ребенок маме сознался, что он только начал, а уже год, полтора, два, три года ребенок сидит на наркотиках. Ну, чего там он особенного, там Анашу когда-то покурил. Да ну, если сегодня Анаша вне закона. Он же нарушил закон. Он же все равно пойдет в тюрьму, если у него изымут партию, и она окажется выше предельно допустимой. Ну, все-таки первые признаки, на чем мамы должны заострить внимание, на чем должно защемить сердце. Все признаки – это изменение в поведении. Все-таки поведенческое. Это вот с утра до ночи компьютер, но компьютер надо смотреть. Вот мы, когда я говорю, работаем с родителями, мы говорим, сойдите потом. Вы же можете посмотреть, что смотрел ваш ребенок вчера. Если он смотрел там, значит, с одноклассниками переписывался, переписывался – это одно. А если он залазил на эротические сайты или где-то там, где торгуют наркотиками, это совсем другой разговор. Это сложно сделать? Нет, не сложно. Это не сложно. То есть контроль, прежде всего. Вы купили ребенку компьютер, будьте добры, контролируйте. Будьте добры, смотрите, вот вы ему дали 20 рублей. Откуда у него появилось 500 рублей? Смотрите, контролируйте. И вот эти признаки сегодня главенствующими, потому что сегодняшние наркотики, вы их дома можете не увидеть. Он употребил их там два часа, значит, побыл в состоянии одурманивания, где-то там пришел, значит, нормальный, чистенький, хорошенький. А ласковый? И так, да, ласковый. А так и вдруг стал не совсем ласковый, вдруг стал злой. Иршистый капризный. Стал капризный. Вот как говорит одна из мам, забился там куда-то под лестничную клетку в коморку. Вот. Это вопрос. А когда вы его уже поймали, когда он у вас... Это часто очень бывает, я говорю, такой общий признак. Когда вы его поймали, когда он лежит под одеялом и что-то там разводит и курит, и вдыхает вот это, это уже очень поздно. Владимир Васильевич, а вот из вашей врачебной практики самый юный наркоман и самый юный алкоголик. Нет, ну всё-таки старт, ну не в пять же, не в десять лет. Значит, вот самый юный алкоголик, я знаю, когда одна из мамочек, это из моей практики. Да, ваша практика. Значит, на Новый год трёхмесячной девочке залила в рот ложку шампанского, и эта девочка с огромной печенью поступила в больницу промышленного района, в детскую больницу. Вот он, самый юный возраст. Три месяца. Мама, совершенно безмозглая мама, взяла и говорит, а что, я думал, Новый год, мы-то пьём шампанского, а ребёнок не выпил шампанского трёхмесячного. Вот здесь явный синдром алкогольного плода у этой мамы, которой бы про детей-то и рано было думать. Самые старые, ну, до беспредела-то, и 80-летних дилерантов привозят. Самые старые наркоманы, ну, знаю о том, что начали, начинали употреблять наркотики иногда и в 45-46 лет. Вот у нас тоже такие случаи были. Казалось бы, абсолютно сформированные речи. Некоторые, вы понимаете, от безысходности, некоторые просто от интереса, а некоторые просто от того, что, ну, как жили всю жизнь, ни о чём не думая, и, видно, так её хотят закончить, ни о чём не думая. Это инфантилизм, который есть и в 46-летних. Какой, например, возраст больше подвержен алкоголизму? Вообще есть такие возрастные ограничения? Здесь всё зависит от, первое, от самой личности, насколько она готова биологически стать алкоголиком, то есть ту наследственность, которую передали родители, дедушки, бабушки, то есть то, что закладка, то есть если закладка сильного, толерантного человека, то есть который говорит, мне это не надо, это один вопрос. Второй момент. Это зависит от первого приёма алкоголя, особенно крепкого алкоголя, и особенно алкоголя, который там бодяженный со всякими гадостями, примесями. Вот. И если ребята, девчата, я говорю из практики, я не говорю про Молдавию, не говорю про Грузию, там, где, вы понимаете, совсем другие ферменты и совсем другой алкоголь, где иногда, ну, пятилетние, четырёхлетние там подбегают и отхлёбывают пяти, шести процентного содержания вина, значит, там глоток, и у них алкоголь, дегидрогеназа, там работает совершенно не так, как вот у нашей части населения, понимаете? То есть от возраста первого приёма. Если чем раньше наступил первый приём, тем раньше может настать алкоголизм. Ну, и, конечно, зависит, очень серьёзно зависит от той микросоциальной среды, которая заводит. Ну, очень часто у нас алкоголички лечатся, вот, женщины с базара, которые там замерзают, которые там... Для сугрева. По 50 грамм до сугрева, да, и они потом прям прямиком к нам идут, ну, так называемым, кодироваться, лечатся, значит, потом опять срываются, и опять там согреваются, и опять лечатся. Ну, и в итоге... А, кстати... В итоге, да, деградация зачастую наступает. Владимир Васильевич, это такой народный миф, сарафанное радио, по поводу того, что женский алкоголизм лечится значительно сложнее, чем мужской, или... Ну, в социальном плане женщина более видима, да, а в плане как доктор, скажу, что, да, процентов на 50, наверное, женщину излечить сложнее. Сложнее. Почему? Видно, какой-то ферментный там набор и вот этот биологический предпосыл, какие-то женского алкоголизма, вернее, женщин к употреблению алкоголя, видно, все-таки выше намного, чем у мужчин, и очень сложно женщину в этом плане лечить, и если женщина хорошо запила, она может бросить и детей, и мужа, что вообще, ну, в мозгах многих людей... Сначала очень долго терпела, а потом... Не укладывается. ...долго запила. Ну, давайте вернемся к наркотикам. Вот нас спрашивают, зависимость к наркотикам развивается мгновенно, сразу с первой дозы? Вы знаете, есть наркотики, которые покоряют полностью все сознание, но есть очень серьезный момент, а как ты к ним относишься, как ты к ним идешь. То есть ты ждешь, чтобы что-то было, или тебя говорят, ты попробуй, будет. Это очень важно, потому что если биологически наркотик воспринимается одинаково у вас, у меня, ну, относительно там тоже от ферментного состава зависит, то психологически здесь вот почти на 99%, если человек не готов, и он отторгает, даже если он попробовал, он всем говорит, все, ребят, мне это не понравилось, мне это не нужно. То есть это психологическая защита срабатывает. То есть человек вот тем внутренним чувством, которое бывает у разумных людей, ведь, как иногда получается, вот помните ту огромную трагедию, которая была на Бали, что ли, когда наводнение шло, некоторые стояли и зачарованно смотрели, как на них идет волна, а кто захотел спастись, они детей хватали и бежали на самое высокое место, получая инфаркты, ломая ноги, но спасались лишь только потому, что они биологически чувствовали, что все, сейчас конец. И конец наступал для тех, кто был внизу и относился к этому, ну... Чудо природы. Да, чудо природы. Это такое нехорошее сравнение, но оно вот... Ну, во всяком случае, оно в тему и достаточно образное. Вот Лариса Сергеевна возвращает нас опять к теме детской наркозависимости, алкогольной зависимости. Она спрашивает, с какого возраста стоит обсуждать эти серьезные вопросы с детьми и вообще кто должен этим заниматься? Все-таки семья или правоохранительные органы? Вы медики, школа? Кто грамотно и квалифицированно? Объясни там. Значит, вот здесь, здесь есть очень добрые и отработанные правила и во всемирной организации здравоохранения, и в тех институтах, которые изучают эту проблему. Значит, бужировать эту тему, особенно в малом возрасте, ни в коем случае нельзя, потому что проявляется интерес. Излишне, ненужное абсолютно, да. В возрасте до 7, 8, 9, там, может быть, даже 10 лет лучше говорить о том, что такое хорошо и что такое плохо. А дальше наступает уже пора, когда первых юношеских проявлений, когда наступает максимализм в поведении подростка, то у нас, к сожалению, не срабатывают институты, значит, вот, институты объяснения детям нашим основ законодательства Российской Федерации. То есть, вы понимаете, есть вещи, есть вещи, которые надо ребенку уже с 10 лет готовить его к 14-летию, когда многие законодательные вещи вступают в силу, и там в 16 лет уже полная юридическая ответственность, а в 18 вообще ни о чем уже не говорят, человек уже гражданин, хотя созревание наступает гармоничное и полное в биологическом смысле только к 21-му году. А полная ответственность с 18 лет, частичная с 16, и с 14 может быть ответственность отсроченная. То есть, так сегодня как бы законодательство построено, но лет с 10 ребятам нужно объяснять основы уважения закона. Все-таки семья? Что на красный свет, это две целевых группы, это семья и учителя, что на красный свет ходить нельзя. Что по пешеходному, пешеходному переходу, когда человек идет, надо за 20 метров останавливаться, а не так, как у нас, значит, пибикать и давить на пешеходном переходе. Ведь многие вот эти вещи идут от того, что людям недостаточно объясняют уважение к существующим законам. Любую возьмите программу европейскую, ну, как бы мы, понятно, идем своим путем, у нас, как бы, свое законодательство, свои законы, но вместе с тем любая профилактическая или связанная с наркотиками, там, или с дорожными, на первом месте кругом стоит уважение к существующим законам. А уже потом идет предупреждение, профилактика, там, лечение, реабилитация. Вот здесь наши институты проигрывают и очень сильно проигрывают. Мы не уважаем свой закон, мы не уважаем самих себя, мы не уважаем правила общежития, которые во многих странах там прививают это судом. Вот, допустим, наших душевнобольных, значит, лечат, да, в психиатрических больницах, там, и, там, пятое, десятое, а вот, ну, я рассказываю о разновидностях, так сказать, подхода к проблеме душевной болезни, а во многих странах лечат судом. И к судье привозят и говорят, ты что там лаешься на лестничной клетке? Ты больной? Принимай лекарства, и я прослежу, как судья, принимаешь ты лекарства или нет. А у нас это должен делать врач. Понимаете, это опять говорит о том, что уважение к существующему закону, и это очень важно. Ну, я думаю, мы с вами заставим это время, сейчас широко обсуждается вопрос об введении нового обязательного предмета, школьную программу, основы государства российского, возможно, вот основы законодательства будут изучаться и прививаться любовь и уважение к нему. Еще, Владимир Васильевич, один вопрос немой наших телезрителей. Существует ли у нас реабилитационный центр для людей, страдающих нарко- и алкогольной зависимости? И, Владимир Васильевич, вот те самые телефоны доверия. Есть ли они, что они дают, и кто может обратиться за помощью? 57-26-26, это телефон доверия наш, наши психологи, там не обязательно называть свое имя, отчество, можно анонимно и любое вам ответить на любой вопрос, 57-26-26. Вот, а реабилитационных центров сегодня несколько, это пять государственных, вот где лечение, если анонимные, то она обязательно за денежки, а если не анонимные, то есть больничный лист выдаем, то мы этого пациента как бы рассекречиваем для всех, потому что там выдается больничный лист и писать чужую фамилию мы там просто не можем. И есть шесть реабилитационных центров различной направленности, частных, где в трех из них, насколько мне известно, значит, лечение за денежки иногда и за приличные денежки, и вместе с тем они не пустуют, не пустуют, все заполнены, это лечение связано не с врачебной деятельностью, там это или ну как они называют условные психотерапевты там работают, но те люди, которые прошли все это и с ними сами занимаются. Или есть там церковные направленности, центры, где как бы прививают любовь к Богу и человека уводят из одной зависимости в другую зависимость. Поэтому такие центры есть, достаточно их количества, вот, хотя сегодня мы считаем, что большее количество людей из тех, которые страдают, а их вот потребителей наркотиков, не обязательно больных потребителей наркотиков, а их около 6-7 тысяч у нас в области, все-таки я вот цифру эту озвучиваю, это официально зарегистрированных, а не официально потребителей, не больных, больных гораздо меньше, вот, поэтому на них должно быть минимум, наверное, в два раза больше радиационных Да, Владимир Васильевич, спасибо, я думаю, тема такая же вытрепеющая, касающаяся очень многих, и лично, и общество в целом, говорить можно до бесконечности, так что предлагаю вернуться еще раз и приглашаю вас на очередную встречу с нашими зрителями. Спасибо, а всем здоровья. Да, спасибо, сегодняшний выпуск программы «Поговорите с доктором» завершается, я благодарю Владимира Васильевича за участие в нашей программе, спасибо всем, кто задавал свои вопросы в интернете, и тем, кто дозвонился к нам в эфир, и напомню, что очередная встреча состоится в следующую среду, то есть 9 октября в 20 часов, и моим собеседником на этот раз будет заместитель главного врача областного клинического онкодиспансера, главный онколог Министерства здравоохранения Оренбургской области Сергей Николаевич Суходолец. Что такое рак, как его выявить, как лечить, вот эти и другие темы, мы будем обсуждать в онлайн-диалоге с известным в нашей области специалистом. Так что и вы поговорите с доктором и свои вопросы задавайте нам 9 октября в режиме онлайн с 20 до 21 часа на сайте orininform.ru Ну, а я прощаюсь с вами. Всего доброго и до встречи.